Я всех приветствую на нашем очередном разборе послания к Колосиным. Сегодня у нас 2 глава с 1 по 5 стих. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые владики и ирапали, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прелестил вас вкратчивыми словами, «Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа». Мы помним по прошлому разу, что Павел говорит о своем служении как о продолжении подвига Иисуса Христа. Это не значит, что Павел ставит себя на уровень с Иисусом, но он просто желает показать Колосиным, что преимущественность Христа, его достоинство, имеет продолжение также в его служителях. То есть смотрите, Колосини, как много вам дано самим лично Христом, а также через его служителей, благословений, откровений, понимания, помазания и так далее. То есть все для вас, Колосини, только держитесь Иисуса. И в нашем сегодняшнем отрывке Павел эту мысль продолжает. И давайте по стихово пройдем, как это мы обычно делаем. Первый стих. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаудике и Иерополе и так далее». Павел продолжает говорить о своем служении, о своем подвиге, прежде всего молитвенном подвиге, подвиге ходатая, подвиге заступника молитвенного, который всегда в сердце своем, в молитвах своих, особенно молитвах духом, имеет в поле зрения подопечных своих, духовных детей своих. Хотя даже, будет правильно сказать, не просто детей, которых он лично родил, а и тех, которых коснулось служения его апостольской команды. Вот смотрите, концовка первого стиха. «И ради тех, кто не видел лица моего в плоти». То есть мы говорили о Епофрасе, который был членом апостольской команды Павла, и который как раз-таки и был задействован в евангелизации колосс и вот этих городов Лаудике и Иераполь, более, скажем так, мелких или менее значимых городов. Хотя Лаудике, она встречается в книге «Откровения», но тем не менее, это города менее значимые. Колоссы – это более крупный город, хотя и он по сравнению с Ефесом, например, не такой уж и большой. А Лаудике и Иераполь еще менее значимые, такие, ну скажем, районного подчинения города. И, конечно же, не все люди в этой местности, они лично встречались с Павлом. Но, тем не менее, такие сотрудники Павла, как и Пафрас, они как раз-таки в этих более, скажем, удаленных местах имели служение, имели возможность действовать, имели возможность благовествовать. И через них, через этих сотрудников, многие там уверовали. Да, эти люди не видели лицо Павла лично, да, в плоти, но они, тем не менее, являлись плодом служения его апостольской команды. И Павел о них тоже думает. Павел о них тоже помнит. Павел их тоже имеет в виду. Павел тоже о них молится, да. То есть, вот такая отеческая забота распространяется даже на тех, кто не видел его лица в плоти. И это тоже преимущество. Это тоже доказательство превосходства Христа, который преодолевает даже такие ограничения, которые связаны с тем, что люди не знакомы лично. Ну и что, что не знакомы лично? Любовь Божья, она все равно простирается даже на тех, кто не видел лица в плоти. Второй стих. Когда бы утешили сердца их. То есть, вот эти подопечные, вот эти верующие, да, в Колоссах, Яраполе, Лаудике, они, узнав о Павловом подвиге, должны были утешиться. Смотрите, как много Господь нам дал. Смотрите, как сильно Он нас любит, что заставляет ради нас страдать даже таких людей, такой величины, как Павел. Мы на особым счету у Бога. Он сильно нас возлюбил. Он заставил апостола служить нам, да. То есть, вот такие мысли должны были посетить Колоссин, ну и жители Яраполя, Лаудике, и принести вот это вдохновение, воодушевление. Казалось бы, человек страдает, да, а ты утешаешься этим. Ну, конечно, ты не утешаешься его мучениями, страданиями, болями, которые переживает близкий тебе человек, но ты утешаешься тем, что Бог любит тебя, да, и через эти страдания, через этот подвиг показывает, что Он о тебе заботится. Дабы утешить сердца их, соединенные, смотрите, в любви для всякого богатства совершенного разумения. Оказывается, совершенно познать Божью любовь, да, совершенно познать тайну Бога и Отца и Христа мы можем только, соединившись в любви, то есть только в собрании. Да, есть личный уровень познания в тайной комнате, в каком-то индивидуальном общении с Богом. Это да, это никто не исключает. Но есть и другая часть, не менее важная, без которой наше знание Бога не будет полным. Это коллективное знание, корпоративное знание тела Христова, когда мы пребываем в теле, когда мы пребываем в собрании. Даже если нам порой бывает некомфортно, но тем не менее мы идем в собрании. Да, там несовершенные люди. Но мы пребываем в собрании для того, чтобы познать Отца, познать Христа, совершенное разумение приобрести. По-другому не получается достигнуть вот этой полноты. Третий стих. «В котором сокрыты все сокровища премудрости ведения». То есть во Христе сокрыты все сокровища премудрости ведения. Колосини. Не ведитесь ни на какие другие философии, какие-то доктрины, какие-то умозаключения. В нем, во Христе, сокрыты все сокровища. И если вы не оставляете своего собрания, если вы в своем индивидуальном хождении, в своей тайной комнате преуспеваете в познании Христа, а также если вы в собрании, дополняя вот этот свой индивидуальный опыт, доводите его до совершенства путем корпоративного, коллективного познания, то тогда с вами все в порядке. Тогда я за вас спокоен. Четвертый стих. «Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прелестил вас вкрачивыми словами». Вот она тревога Павла, о которой мы говорили и ранее, и которую он здесь так вот мягко озвучивает, не напрямую, говоря Колосиным, что вот, я боюсь за вас, что вы там уклонились куда-то. Может быть, еще не уклонились, но уже намечаются тенденции того, что вы увлекаетесь, того, что вы прислушиваетесь к какой-то философии, к каким-то деятелям, к каким-то громким именам, типа Аристотеля, Цицерона, Платона. Намечаются эти тенденции. «Я говорю это все для того, чтобы никто вас не прелестил». Пятый стих. «Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами». То есть вот эта молитвенная жизнь Павла, его ходатайство, его заступничество, оно позволяло ему каким-то непостижимым образом знать, иметь внутреннее понимание, знание того, в каком состоянии находятся колоссиени. Это высокий уровень. И этого уровня позволяет достигать только любовь. Если мы не имеем любви, если мы не имеем искренней заинтересованности в благе, в благополучии наших ближних, то Бог нам не даст откровения об их состоянии. Но если мы действительно простираемся к ним в любви, ходатайствуем за них, то тогда Господь открывает нам. Он может быть пророческим образом, может быть каким-то видением, каким-то сверхъестественным переживанием, дает нам понять, какое состояние, какие условия окружают тех людей, за которых мы молимся. «Я отсутствую телом, но духом нахожусь с вами. Я радуюсь, видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа». То есть Павел не хочет сказать своим слушателям, что вы в таком плохом состоянии, я за вас тревожусь. Да, я за вас беспокоюсь, но это не значит, что все с вами так плохо. Вы верите в Христа. Я вижу твердость вашей веры во Христа. Но просто одной убежденности в реальности Христа еще недостаточно. Человек может быть твердо убежденным, что Христос реален, что Христос – это действительная личность, воскресшая и сегодня пребывающая на небесах, но в то же самое время не иметь с Ним отношений близких, не прислушиваться к Нему. Да, я знаю, что есть Иисус. Он там сидит одесной Отца. Но я увлекаюсь философами, я увлекаюсь какими-то мыслями выдающихся людей. Такое может быть? Может. И Павел говорит, я вижу твердость веры вашей во Христа, но это пока, это сейчас. Я боюсь, чтобы кто не прелестил вас вкратчивыми словами. Да, мы прочитали чуть выше. Поэтому здесь как бы двойственная такая позиция, да, или двойственное такое переживание, Павел. С одной стороны, хорошо, что вы твердо верите в Христа, но с другой стороны, я переживаю, да, и беспокоюсь о том, чтобы вас не увлекли философы, не увлекли какие-то личности яркие, чтобы вы не поддались вот на эти фантики блестящие, чтобы вы держались Христа, не только веруя в Него, но и любя Его, прислушиваясь к Нему, общаясь с Ним. Да поможет нам Господь эту линию в своей жизни выдерживать. До новых встреч, до новых видео. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok